Каждый человек должен хотя бы один раз побывать в Санкт-Петербурге, это волшебный город, наполненный интересными местами и достопримечательностями. Он получил название «Вторая Венеция» из-за огромной водной системы. На территории Питера площадь водотоков занимает более 250 километров. Основная река здесь – Нева, которая омывает весь город. Санкт-Петербург считается северным городом. Здесь регулярно идут дожди и холодно, однако все равно жители летом приезжают на местные пляжи СПБ, чтобы погреться на солнце и покупаться в водоемах. Пляжей в городе немного, зато в пригороды их достаточное количество. Поэтому стоит изучить, где можно плавать в городе и за чертой мегаполиса, а также какие пляжи Санкт-Петербурга безопасно посещать. В сети представлено множество официальных перечней, в которых указаны пляжи на летний сезон текущего года. Важно, не все водоемы СПБ подоходят для купания. Самым лучшим пляжем Питера считается тот, который находится на «Безымянном» озере. Жители Питера чаще всего посещают основной пляж у Петропавловской крепости. Он входит в список пляжей СПБ, где можно купаться. Это место не обустроено для отдыха, нет ни одного лежака, но в хорошую погоду здесь всегда толпы людей, так как это центр города. Даже в мае здесь можно наблюдать загорающих людей, пытающихся словить солнечные лучи под сильным ветром. Существует целый список мест, которые можно посещать петербуржцам и туристам, офицерский пляж, Новый, Зеленая гора и так далее. Важно! Специалисты, проведя исследования, рекомендуют купаться только на пляжах Петергофа, Финского залива, на остальных плавать категорически запрещено. Позагорать и устроить пикник можно на любом пляже, но если хочется поплавать, лучше посещать пляжи на Финском заливе в Санкт-Петербурге. Здесь они более чистые и предназначены для того, чтобы жители города могли выезжать на природу на несколько дней со своими детьми. Здесь можно искупаться, насладиться теплыми лучами солнца и красивыми видами. Где можно купаться во Владивостоке? Обзор пляжей Пляжи Питера на Финском заливе считаются лучшими местами для проведения уикенда всем семейством, куда люди приезжают на собственных автомобилях. Особенное внимание следует уделить нескольким местам. Пляж Петропавловской крепости. Местные жители любят посещать парк «Александрия», который приведет к одному из самых красивых мест, где кристально чистое море и ласковый песок. Обязательно нужно взять с собой камеру или фотоаппарат, так как места здесь действительно завораживают. Приезжие особенно отмечают живописные пейзажи, которые видны, как на ладони. Благодаря плавному спуску в воду семьи не боятся приезжать отдыхать с маленькими детьми. Пляжи Выборга – лучшие в Финском заливе. Здесь красивая природа, лес, превосходно соединяющийся с зоной отдыха. Особенно рекомендуется отдыхать на пляже «Комарова». Он частный, но попасть туда реально каждому человеку, причем абсолютно бесплатно. На территории имеется все для семейного отдыха и аттракционы для развлечений на воде. Искупавшись в море, можно подобрать для себя активные развлечения, например, пейнтбол. Здесь часто бывают люди, приезжающие на несколько дней со своими палатками. Для молодежи рекомендуем пляж «Хай Драйв». Здесь представлено огромное количество развлечений, ресторанов, работающих круглосуточно и позволяющих молодым людям отлично провести свои выходные. Ласковый. Побережье в этом месте все зеленое и живописное, так как окружено лесом. Возможно, сам пляж и недостаточно обустроен, здесь нет большого количества развлечений, но он открытый, посетить его может каждый желающий. Это место больше напоминает дикий пляж, он не обустроен для релакса с семьей. Берег чистый, вода прозрачная. Если захочется поплавать, то даже на большой глубине будете видно всех обитателей водоема. Здесь можно не переживать о чистоте воды. Пляж в санатории, Репина. Он индивидуальный, расположен около леса. Здесь есть только кабинка, чтобы приезжие могли переодеться, но это и не потребуется, так как плавать не рекомендуется. Вода грязная, искупаться может только турист, не знающий о запретах. Но отдыхающих всегда много, в основном это те, кто выезжает на пикник или просто погулять на природе. Часто на пляже бывают туристы, местные жители больше любят озера, где поменьше людей, чтобы можно было расслабиться и в спокойствии провести выходные. Внимание, многие граждане приезжают со своими домашними питомцами на пляж в санаторий, Репина, но даже собакам люди не разрешают заходить в этот водоем. В самом Питере пляжи, расположенных на Финском заливе, немного, популярностью пользуются только те, которые находятся в Приморском районе. Санкт-Петербург отличается тем, что на юг едут только люди, занимающиеся сельским хозяйством, а на север – любители пассивного отдыха. Основное достоинство северной зоны – леса, песочные пляжи, кристально чистая вода в водоемах. На севере Ленинградской области есть пруды, в которых большое количество рыбы. Многие приезжают, чтобы порыбачить. Как только наступает лето, везде можно встретить большое количество людей, так как теплых дней здесь не так уж и много. Кроме пляжей, рекомендуется съездить и на некоторые озера, расположенные в пригороды мегаполиса. Местные жители хорошо отзываются о щучьем озере. Добраться можно на машины и общественном транспорте. Сюда регулярно курсируют электрички и бегают маршрутные такси. Но совсем близко к озеру на машины подобраться все равно не получится, поскольку установлен шлагбаум, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом. Здесь каждый человек может отлично отдохнуть, поплавать и даже покататься на лодке или любом другом водном транспорте. Обратите внимание, если есть возможность, обязательно стоит посетить озеро Зеркальное. Да, оно находится в 120 километрах от центра столицы, но это отличное место для тех, кто любит рыбалку и природу. Во время езды удобно воспользоваться картой в режиме онлайн, так будет проще разобраться, как быстрее доехать. Вода очень чистая, но прохладная, с детьми приезжать сюда нежелательно. Осторожно акула. Самые опасные пляжи, где можно встретить акулу если нет возможности выехать за город, остается вопрос, где купаться в Питере. Лучше остановиться на озере Безымянном, расположенном в черте города в районе Красного села. Жители культурной столицы в любое время могут добраться сюда на общественном транспорте. Пляж незакрытый, посещать его можно с детьми, здесь вода соответствует всем требованиям безопасности, хотя благоустройство пляжа считается неудовлетворительным. За последние несколько лет местные жители стали редко здесь купаться, в основном в этом озере плавают собаки. Оно очень нравится домашним питомцам. Обратите внимание, городские власти в текущем году утвердили более 20 пляжей, но купаться в них нежелательно. Нужно осторожно относиться к водоемам, не плавать там, где на это нет разрешения. В перечень мест, где можно плавать, вошли водоемы в таких районах, Петроградском, Красносельском, Приморском районе и так далее. Приезжая сюда, можно устроить отличный пикник на природе, даже выехать с палатками на несколько дней, тем более что основная масса людей купаться и ездит исключительно в пригород. Так как не желают рисковать собственным здоровьем. Продолжение следует...